Харе Кришна, дорогие пленные! Сегодня утром Гуру Махарадж традиционно проводил пуджу на Мангларате. Когда я пришел в алтарную и подошел к алтарю Свящей Горни Тай, занавес еще был закрыт, и я увидел снизу лотосные стопы Гуру Махараджа. Очень удивился, когда прозвучали раковины и занавес открылся. Гуру Махарадж был на алтаре Горни Тай. Я дошел до алтаря Кришна Баларама, и там был Сидартха Махарадж, тоже ученик Шилы Праупады. Он лет тридцать, наверное, был главным пуджаре в храме в Джугу. То есть он очень-очень опытный пуджаре. Вчера он давал инициацию для своих учеников, а сегодня он проводил Мангларате Кришна Балараме, и поэтому Гуру Махарадж уступил ему пуджу Кришна Балараме, а сам сегодня. Пуджарил Горни Тай, затем он совершил поклонение своим божествам в комнате, провел Псишеку своих шил, немножко отдохнул. Вчера целый день он принимал кандидатов на инициацию, там около сотни. Приехало предных из соседних городов, из Агры, а еще из каких-то городов. И целый день были Даршаны, поэтому Гуру Махарадж подустал, и нужно было отдохнуть. Потом он все-таки вышел на прогулку, когда уже чуть-чуть потеплело, то есть где-то в пол восьмого, потому что утром становится холоднее. Раньше было двадцать два, потом двадцать, сейчас уже восемнадцать градусов. Температура утром понижается, и довольно прохладно для Гуру Махараджа, поэтому он вышел, когда начал оттеплеть. И так довольно хорошо погуляли. После этого, на прогулке он начитывал четки, потому что все еще много инициирующегося. И завтра будет инициация в 7.30 по Москве, где-то, да? Может быть, раньше. То есть лекция здесь заканчивается утренняя в 6.30 по Москве, и поскольку инициация будет в алтарной, то после этого начнется инициация, как подойдет Гуру Махараджа. Харе Кришна.